Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Радио Болткома. Да. Насчет инфляции. Я как раз вчера ночью смотрел прогнозы. На 2022 год у нас прогноз 14,8%. То есть латвийский банк за целый год прогнозирует 14,8% инфляцию в этом году. В следующем году прогнозирует 7% и в 2024 2,4%. Что значит, что прогнозы, а не прогнозы. На данный момент прогнозы очень зависят от политических решений. Потому что, в принципе, когда экономика работает без какого-то такого большого сбоя, который есть сейчас, тогда прогнозировать можно с довольно хорошей вероятностью. На сегодняшний момент прогноз 14,8%, что, скорее всего, и будет. Ну, потом в следующий год 7% и еще 1,2,4%. Но это посмотрим, как будет. Ну, буквально на прошлой неделе информация была, что в мае почти 17%, в 16,9%. Это вот май по соотношению к маю. Да. А 20-й год по соотношению... Ну, 22-й по соотношению к 21-му. Ну, просто такие оптимистичные прогнозы, при том, что, в общем-то, заходишь в любой магазин, видишь цены и понимаешь, инфляцию прямо зашкаливает. Нет, 14,8% за весь год это не очень оптимистично, мне кажется. Это как бы, ну, факт. То есть, ну, это май по соотношению к маю и год по соотношению к году, потому что наши первые 3 месяца все равно не были такие. Вот. Ну, а почему следующий и через один, ну, как бы, думают все, что стабилизируется. Надеются во всяком случае. Надеются, да, да, да. Ну, вот. И насчет кредитов, получается, как инфляция влияет на кредитование в общем. То есть, во-первых, у нас есть ставка Еври-Борг, которую мы все, наверное, слышали. Она в основном работает с ипотечным кредитованием и лизингами. То есть, когда ты приходишь в банк, тебе дают, банк дает кредит, там, к примеру, 2% плюс ставка Еври-Борг, 6 или 12-месячный. Долгое время, по-моему, не хочу соврать, но там больше 5 лет точно в Латвии и вообще, в принципе, Еври-Борг как таковой, он был в минусе. Поэтому у нас все время, когда нам банк говорил 2 плюс Еври-Борг, значит, у нас было 2. Потому что Еври-Борг был в минусе, и это значило 0. Теперь Еври-Борг, сейчас я скажу, у нас по последним данным Еври-Борг у нас 6-месячный 0,32 и 12-месячный 0,97. Это значит, что к 2 своим процентам нужно еще, ну, если это 12-месячный Еври-Борг, то еще 1 приплюсовать. Или в каком-то моменте, по, опять-таки же, прогнозам Центрального банка, это может быть даже до 2 в следующем году. То есть, у тебя 2 плюс 2. Это значит, что если потечный кредит, там, к примеру, мы платим 500 евро в месяц сегодня, где у нас основная сумма плюс проценты, то в дальнейшем, там, допустим, к концу следующего года придется платить не 500, а 700. И вот это вот, эти 200 евро дополнительные, это будет именно еще плюс, это процентная ставка, которую не банк вам назначает, а это просто Еври-Бор, на который ваш банк не влияет, просто это и вы его доплачиваете. Вот, то есть, они могут быть дороже, и, ну, существенно дороже. В зависимости, конечно, от того, какая у вас там ставка и какой срок, но вот может быть такое удорожание, там, допустим, с 500, но на 700. Ну, это, считай, половина, в принципе, и учитывая подобное... Не-не, половины нет, может, вот, ну... Ну, треть, хорошо. Да, да. Но, учитывая подобное удорожание, как это может отразиться на сфере кредитования в целом? Ну, во-первых, явно захотят перекредитовываться, а во-вторых, будут ли деньги, в принципе, идти, брать первые взносы и так далее, вообще в эту кабалу влезать? Ну, да, получается, и здесь мы говорим про ипотеку и автолизинг, который выдается в основном на новую или почти новую машину, где лизинг тоже с дешевой процентной ставкой, где вот эти проценты, там, вот, 1,5 до 2,5 на оба вида кредитования. Будут ли брать? Ну, раньше брали, просто получается, что дороже, больше нужно платить кредит, соответственно, нужно больше платить аренду, тот, кто, допустим, купил недвижимость в кредит, значит, тот, кому принадлежит квартира, он будет ее сдавать тоже дороже, потому что этот кредит нужно отплатить, значит, тот арендатор должен зарабатывать больше денег, получается, что и зарплаты тоже должны вырасти. Хотелось бы. Хотелось бы, да, но здесь, получается, вопрос именно скорости, кто за кем угонится и угонится ли вообще, то есть у нас, если в нормальной экономике инфляция или, там, допустим, еврибор, увеличение процентной ставки, она, как бы, может двигать рынок, ну, не то, чтобы в хорошем направлении или плохом, просто она, как бы, ну, немножко становится дороже, все. Да, вот, тем более, там, 3% – это очень здоровая инфляция, то и за этим тогда успевают зарплаты, и если это, как бы, ну, мы двигаемся по цикличности экономики, просто в этом случае такой был бам и инфляция. Инфляция не потому, что мы развиваемся и все хорошо, а потому что энергоресурсы дорогие, ну, логистика дорогая. Вот, поэтому, скорее всего, как, опять-таки же, и я, и, там, многие другие люди сейчас думают, что вот будет такой момент, особенно, вот мы смотрим в сентябрь, октябрь, что люди будут такие немножко на паузе в плане покупки чего-то, потому что, во-первых, инфляция, во-вторых, энергоресурсы очень дорогие, и зарплаты еще не успели вырасти. Ну, и тогда мы просто посмотрим, успеют ли зарплаты вырасти или нет, и в каких компаниях это будет, я думаю, что в каких-то будет, в каких-то, может, и нет. И что тогда произойдет, если это, действительно, зарплаты не поспеют, тогда это означает какой-то, ну, то есть поставленные на паузу какие-то решения приобрести недвижимость или машины, и это означает спад, опять-таки, экономики, ну, то есть получается, что экономика недополучает денег. Ну, я бы назвал, наверное, это какой-то такой паузой на какой-то момент, потому что не хотелось бы точно использовать слово «кризис», потому что кризис – это когда ты падаешь низко, как мы падали до этого. На данный момент это просто может быть паузой, потому что, во-первых, до сегодняшнего дня все равно люди все покупали недвижимость в кредит довольно обдуманно все-таки по сравнению с прошлым, как у нас это было. То есть все обдумано, решения взвешены, и просто произошло то, что произошло, и на какой-то момент может действительно быть пауза, и какие-то, возможно, ну, очень там слабые компании или там, где все со всех сторон перекредитовано, может быть, что-то где-то пойдет не так, но в общем, ну, просто такой вот действительно спад. Можем ли мы в конце осени, начале зимы следующего года прийти к ситуации, когда все эти перекредитования закончатся, и начнется какой-то более-менее массовый отказ от невыгодных активов, что придет, соответственно, к падению цен на ту же самую недвижимость? На данный момент никто не говорит, и я в том числе, о падении цен на недвижимость, потому что у нас противоположная ситуация. Во-первых, первичный рынок, где мы строим дом или строим квартиры, он намного дороже, материалы и логистика, и даже та же работа, все становится дороже. То есть тот, кто продает эту недвижимость, он обязательно хочет продать ее дороже, чем это было вчера, потому что у него дороже издержки. Ну и вопрос просто, как бы купит это рынок или нет. Но мы понимаем то, что вот опять-таки же, то есть он построил дорого и хочет продать тоже дорого, поэтому у нас дороже, дорожают квартиры. Но и вопрос, то есть будут ли покупать. Я думаю, что да, потому что если отопление в старых домах или в серийных домах, оно как бы дорожает, то мне кажется, что если там начинать читать, то условно говоря, то на то и выходит. Или у тебя кредитный платеж чуть-чуть больше, или же ты отплачиваешь те же деньги, но в виде отопления. Хорошо, в связи с ростом коммуналки, опять же, я так понимаю, есть недостаток предложения новых проектов, более энергоэффективных, и что делать жителям центра, которые захотят покинуть эти старые неэнергоэффективные дома, а нового жилья недостаточно? Оно есть, просто действительно спрос сейчас превышает предложения, ничего им искать и покупать, или платить те же деньги. На сегодняшний момент решения такого как бы нету. Я знаю то, что у нас правительство есть, не помню на какой процент, но скидка на отопление и поддержка на коммунальные платежи. Мне кажется, именно это отопление было. Но ты можешь купить, просто их не настолько много сейчас. Но очень много проектов сейчас находится в строительстве. Просто мы, получается, попали в такой период, когда два года назад у нас примерно начинался ковид, и в этот ковид многие строители приняли решение встать на паузу, посмотреть, что происходит. Те, кто встали на паузу, они сейчас начинают строить дома, поэтому они будут закончены в следующем году. Да, но они вышли из этого ковидного кризиса, ну не кризиса, ладно, паузы, совершенно с другими ценами, и строительство подорожало само по себе, и материалы, и труд, и так далее. То есть, соответственно, это уже не те деньги, которые были в проект заложены. Да, да, сейчас это будет стоить им дороже, и также это будет стоить дороже покупателю. Просто вопрос, ну сколько ты строишь? Если ты построишь, не знаю, 20 квартир, то, скорее всего, ты их продашь. Если ты их построишь 200 или 500, то будет, возможно, потяжелее. А вот насколько разные действительно виды кредита по-разному реагируют на инфляцию? То есть, есть ли здесь какая-то корреляция, я имею в виду ипотечный кредит, и автолизинг, и прочее, прочее? Ну да, получается, что ипотечный кредит и автолизинг, он привязан к евребору, соответственно, мы все получаем дополнительную ставку евребор и за нее платим. Если мы говорим про потребительский кредит, не знаю, быстрый кредит, онлайн кредит, кредит на товары или просто кредит, даже тот же автокредит, а не лизинг, тогда евребора там не было и нету, у людей не меняется процентная ставка, у них все остается по-прежнему. Поэтому и небанковский сектор на это пока что очень сильно не реагирует, тем более небанковский сектор в основном занимает деньги очень часто у разного вида инвесторов. И поскольку сейчас большая давание инфляции, эти инвесторы, они спешат положить деньги куда-нибудь, в какую-нибудь платформу, которая, соответственно, подает дальше кредиты эти деньги людям. То есть, они дорожать не планируют. Ну, это хорошие вроде новости, да? Если можно их так оценить для потребителей. Ну, я думаю, что да. Тем более, если у нас прогноз 14,8% инфляции за этот год, то есть мы можем, допустим, представить себе, что если я установил себе кухню за 10 тысяч евро или за 5 тысяч евро в начале года, взяв кредит потребительский с такой ставкой 14,8% и за год его выплатил, то к концу года у меня кухня есть, а эти деньги я использовал как будто бы бесплатно, потому что если я это буду делать сейчас, то инфляция их съест. То есть, в этом случае люди, кто брали потребительский кредит, они… Как бы их там кто-то не осуждал, зачем ты берешь кредит, там что-нибудь, они в этом случае, можно сказать, что в выигрыше. То есть, получается, даже сейчас, несмотря на ситуацию, на растущие показатели инфляции, имеет смысл все-таки брать какой-то кредит и вкладываться в недвижимость, в обустройство дома. Просто эти деньги не сгорят, не обесценятся, а будет от них реально ощутимая польза. Ну, конечно, я думаю, что вообще на данный момент мы видим, что люди прямо спешат это сделать. Они не только спешат купить недвижимость, потому что недвижимость все равно это большой шаг, и не у всех там есть какие-то накопления или желание это сделать, или кто-то привык арендовать и планирует продолжать арендовать, но просто люди спешат купить какой-либо актив, даже если это не прямо актив, а какой-нибудь, не знаю, компьютер, стол или что-то, потому что это будет в дальнейшем дороже. У нас, допустим, в Altero количество заявок растет каждый день, потому что люди именно спешат взять кредит, чтобы что-то купить, потому что они понимают, что если кредит потребительский стоит 10%, инфляция у нас почти 15%, то лучше взять кредит, купить что-то дешевле сегодня, нежели копить и ждать, пока это станет дороже. И самый популярный кредит на что? Ну, он как бы потребительский, потребительский кредит, он все равно используется в разных целях, но это большие покупки, та же машина. Тоже она может считаться потребительским? Ну, это как бы автокредит, да, автокредит, то есть автокредиты растут, потребительские кредиты на разные товары, даже на путешествия. И какая средняя сумма потребительского кредита на данный момент? Около 5 тысяч. И что, в принципе, их количество этих потребительских кредитов растет или остается на одном уровне? То есть вот люди охотнее, быстрее сейчас берут эти кредиты? Конкретно в случае нашей платформы, да, они растут. Спрос больше, он растет, и он у нас растет как в Латвии, так же и в Эстонии, и в Литве. Но это, как вы считаете, это временное явление до тех пор, пока не закончится инфляция, то есть как только она начнет уменьшаться, то тогда станет выгоднее, может быть, скопить деньги? Ну, возможно, если мы увидим то, что инфляция опять 1-2%, тогда рынок, скорее всего, может немножко притормозиться, да. Ну, а пока что мы видим, какие выводы можно сделать. Во-первых, работает реклама на радио «Болтком», раз увеличилось количество обращений на платформе «Алтера». Во-вторых, ну, действительно, ситуация такая, что, чтобы не топить деньгами печку, лучше во что-то их вложить в полезное, умное или даже приятное, как путешествие или автомобиль. Конечно. Ну что же, спасибо большое. Мы напомним, что Артур Костинс – учредитель платформы сравнения финансов «Алтера.лв». Заходите на платформу «Алтера.лв», узнавайте, как лучше вложить свои деньги, с каким профитом. Ну и пускайте, может быть, даже небольшие деньги, которые свободные есть или одолженные, работают и принесут вам пользу и радость. Спасибо. Спасибо, Артур.